всем привет сегодня мы сделали такое видео обзор типичного профиля основателя крипто стартапа также посмотрим на какие-то различных аутлайров цель этого понять а какие живут они эти крипто фаундеры которые привлекли большое количество денег стали успешными это очень всегда полезно понимать когда ты вот когда ты делаешь сделку насколько ты так сказать среднем по рынку в правильных основателей инвестируешь вот ребята проанализировали ребята и девушки проанализировали 36 компаний правильно да 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 36 компаний на основании этого сделали определенную аналитику получили определенные наблюдения чем сегодня с вами поделятся тогда ребят даю вам слово всем привет меня зовут алексей сегодня мы с ребятами будем представлять вам труды нашего ресерча поехали первая компания которая выделяется из всех которые мы вот решили рассмотреть это юга лапс более известная как создатель nft коллекции байк борт и и пиах клуб и остальных айков очень интересный кейс потому что он выделяется прежде всего тем что долгое время не было ничего не известно про фаундеров вилле ареноу слева товарищ и справа грег салана и плюс еще два человека есть которые известны только под псевдонимами империя автомата кетчуп и ноу саз ребят которые занимаются технической стороной проекта а данные фаундеры грек и вилле они известны более медийны вот и занимаются привлечением капиталов маркетингом и прочим изначально они вообще даже не слышали ничего про nft даже про крипто китис и про крипто панков и первое что первое что они увидели это хэш маск коллекция их это заинтересовало они решили спонтанно сделать свою коллекцию познакомились они в майами очень долго дружили и если грег салана который вот справа на картинке он был до этого писателем у него есть он в университете вирджинии получал мфа дегри был критиком книжным то слева вилле эронов он не работал нигде даже не смог закончить университет из-за того что очень сильно болел и из 20 до 30 лет боролся с болезнью какая болезнь не уточняется и собственно говоря из пешек сразу в дамки прыгнул вот про остальных ребята ничего не известно но они были software девелоперами разработчиком а также хочется отметить еще одну участницу команды это николь мюниц она сейчас является все у него лапсом у нее огромный опыт в бренд менеджменте как мы видим что на более пяти лет работала для бренд директором а также создавал различные компании маркетинговые для такого ритейлера как мессис и несла большой вклад в продвижение коллекции тоже юга лапс присоединилась коллекции уже когда она была известной или еще до запуска так это сентябрь еще до еще до запуска непонятно откуда она знала команду откуда команду знала нет это не нашел связь так да и чем интересен кейс юга лапса тем что они подняли один из крупнейших если наверно не самый крупный сид раунд в размере 450 миллионов долларов по оценке 4 миллиарда от ну лид инвестором был андерсон хоровиц первые продажи были в апреле двадцать первого года когда так у меня фонит немножко вот можно микрофон включить так спасибо первые продажи были по 8 сотых эфира где-то по 190 долларов на момент апреля двадцать первого года и те вот самые первые деньги которые были привлечены они дальше инвестировались в создание новых продуктов в том числе продукт байк это собака ну это коллекция с собаками продажи от которых пошли на благотворительность бездомным животным вот и как мы видим в последнее время вот в ноябре 22 года там уже было произведено три поглощения это крипто панки мебицы и веню коллекция вот вопрос почему столько много денег привлекли и под что было мною проресечено я посмотрел подкаст с основателями и они сделали намек на то что они нацелены на создание роблокса только в сфере nft то есть роблокс это очень популярна такая игра которая там в америке например занимает там второе место по популярности ну по поисковым запросам после ютюба вот и роблокс насчитывает 225 миллионов активных юзеров ежемесячных вот и с этой целью я думаю что а16z проинвестировала в юга лапс и сейчас они пилят свою мета вселенную адрес сайт да и кстати вот к вопросу по поводу денис задавал когда присоединилась вот в апреле был первый сейл а присоединилась она в сентябре то есть она уже пришла на такую как бы уже в успешную коллекцию но не до конца успешно вот в том виде который мы сейчас видим вот так также open си хотелось бы рассмотреть крупнейший marketplace значит один из основателей дэвин финзер учился в брауна университете и как большинство фаундеров дальнейшем мы рассмотрим он учился на вкультете математики компьютер сайт во время обучения много где стажировался в том числе и в гугле у него был опыт создания своего своего бизнеса которую он даже вот успел продать в пятнадцатом году смог продать свой стартап claim док кредит карме после этого познакомился со своим партнером с которым пытался продвигать проект вай фай коин новой комбинаторе после чего сделали пивот и начали развивать его пенсии вот немножко про его партнера учился в стэнфорде в престижном вузе тоже компьютер сайтс стажировался в apple в оксфорде проходил курсы по кибербезопасности и собственно говоря момент нахождения на вай комбинаторе они там презентовали свой проект вай фай коин но после того как был бум крипто китис и все что связано с нафте ребята сметнули что наверное нужно смотреть в эту сторону и они быстро пивотнулись а вай фай коин изначально что делал вай фай коин на конференции тех гранч кажется какое-то делал они запустили вот этот проект в общем если ты когда ты раздаешь вай фай и кто-то к тебе подключается то он получает за это вот эти вай фай коины вот то есть стимулирование шеринга вот этого вай фай проект про это был но больше как бы про него ничего не известно да и он и существовал мало потому что они очень быстро поменяли вектор развития в сторону nft а первый кто проинвестируют после демо дня вай комбинатора да да после вай комбинатора вот тут они привлекли 120 тысяч долларов 18 числа вот и уже дальше мы видим до января 4 и уже в мае 10 они привлекают от ванка информация на 2 миллиона долларов на создание именно пенсии то есть проходит несколько месяцев и они уже меняются понимал вот эти 120 тысяч долларов это они получили во время начала акселерации а вот эти вот мая 2 миллиона долларов они привлекли от мая 2018 это после демо дня прошел где-то январь-февраль-март конце марта и вот еще два месяца прошло из сделка закрылась то есть чтобы ты понимал то есть для них видимо в основе ну помимо их собственного опыта сыграла в качестве демо дэй пиво демо дэй и предыдущий опыт вполне нужно что их взяли даже вай комбинатор не за идею стартапа а за как бы за необычность фаундеров и вот что говорят ванка информацию первый фонд который значительную сумму проинвестировал в них есть меморандум который был в твиттере запущен можно по ссылке перейти ознакомиться в презентации она будет доступна первое то что они увидели как растет и на в те рынок и что очень много людей пока что не имеет способа быстро ну легко покупать продавать свои активы пока крипто китис был лидером там занимал 95 процентов рынка второй момент то что пенсии была самым первым проектом в этой сфере она там существовала правда четыре месяца всего но ребята очень много сидели в дискордах твиттерах активно общались и были супер вовлечены в весь процесс были скажем так плечом к плечу с художниками с креаторами вот но были еще также это положительные стороны и она и положительная сторона еще относилась к самим фаундерам то что они очень быстрые очень гибкие это отмечал из директора ричард чэн кванконформейшн что ты ему это вот очень сильно нравилось что они пытаются перенастраиваться и вечно ищут те ниши где вот они могут занять конкурентное преимущество вот а к минусу монет носили то что у них принципе были конкуренты это rb но отличие было в том что openc брала изначально комиссию и рассчитывали что они в перспективе долгосрочной все-таки то что они берут плату за свои услуги там два с половиной процента что это все-таки их оставит на плаву а rb например этого не делал хотя у rb они привлекли там 6 миллионов долларов на сид раунде а openc всего лишь два и фаундер у них были более известны все выходцы из зенки из игры по фермерству вот ну собственно говоря продукт оценился как сырым потому что всего лишь четыре месяца прошло с момента его создания но комьюнити которая была заинтересована в покупке продажи постоянной и нефти шик она постоянно вот она была маленьким но она взросла очень большими темпами поэтому они сделали ставку на openc да ну про риски уже немножко рассказала светил вот и третьей компании которая была мной рассмотрена это был консенсус это метамаски инфура приложение которое нам позволяет с простыми x да там дизайном смотреть что у нас происходит на блокчейне то что вот браузерными расширением называются как мы видим джозеф любин он закончил принстон учился работал goldman сакси в принципе как по его словам в эти годы он уже тогда начал интересоваться технологиями интернетом и что немаловажно он был кофаундером эфириума вот и как бы даже тот же самый метамаск это кошелек который поддерживает evm решения вот и все что связано с эфириумом то есть это там binance smart chain avalanche оптимизм орбитрум ну эфир соответственно вот из одновременно с запуском эфира да он является фаундером вот консенсуса также его партнер имеет информационный background information technology да и работал он и в ibm и потом работал еще и фиделити тоже известная банковская структура там в топ-4 там крупнейших ходят фондов которые ну не фондов а можно так сказать да фондов которые управляют средствами клиентов соответственно вот два человека подразумеваю встретились друг с другом исходя из того что они были вовлечены в финансовую индустрию да в общем первый раунд который привлекли это был от компании южной кореи групп 10 миллионов привлекли они потому что северная корея такая инновационная ой южная корея она инновационная и человек который инвестировал человек который инвестировал в консенсус он в общем всегда хотел быть впереди планеты всей и вот быть первым в каких-то технологических прорывах так дальше даю слово айжанат она расскажет про байненс и сизи здравствуйте я хотела бы выделить сизи как одного из самых влиятельных инфлюенсеров в крипто индустрии он родился в китае в 1977 году у родители были очень образованными людьми в китае они были учителями но далее они переехали в канаду потому что его отец не разделял коммунистические взгляды своей страны в канаде он поступил в университет где закончил компьютер сайенс далее он стажировался в токио stock exchange где он разрабатывал обеспечение для торговых ордеров далее он работал долгое время в блумберге в 2005 году во время на своей работы он основал южен систем это была одна из самых быстрых трейдинг систем в 2013 году он становится одним из девелоперов блокчейн-инфо далее он становится cto ok coin в 2017 году наконец-то основывает свой проект байненс где он привлекает 15 миллионов за счет продажи первичной продажи своих своих коинов его состояние на данный момент на октябрь оценивалось 33 миллиарда долларов стоит отметить здесь что стоит отметить здесь что узнал впервые о криптовалютах в 2013 году во время игры в покер он об этом говорит своем интервью и его первые вложения в биткоин составляли около 1 миллиона долларов информации лет сорок было до когда запустил 12 до информации про про привлечение инвестиций в байненс не так много скорее всего первые первые инвестиции которые были были его личными на построена его личные деньги в общем говорится что он привлек около так стоит отметить здесь что байненс и байненс юэс это две разные компании байненс юэс он основал потому что официально байненс запретили в америке вот байненс юэс привлек около 200 миллионов по поводу байненс официально не не известно следующий фаундер которого мы хотели бы отметить это сэм больше известный как sbf это основатель сио ftx биржи родился в 1992 году в калифорнии он тоже был сыном учителей его семья была очень образованная его родители были профессорами в стэнфордском университете в школе его называли одаренным студентом он посещал всевозможные курсы олимпиады все выигрывал просто все награды которые можно было выиграть особенно увлекался физикой математикой и более точными науками родители пытались дать ему самое лучшее образование они отдали его в мать и где он закончил физику и математику далее он поступок поступает как не поступает получает возможность стать трейдером в джейн стрит капитал очень престижная компания вот куда берут только потенциально таких очень способных студентов а далее в 2017 году он основывает ламеда ресерч компания отработал около пяти лет по моему трейдинг 3 года он отработал 3 года в 2017 году он основывает аламеда ресерч аламеда ресерч это его один первый и самый успешный кейс который в дальнейшем повлияет на то что люди будут инвесторы будут добро ну очень доброжелательно относиться к его следующим проектам к фтеx вот фтеx он основан в этом году основной на топ на топ капитал его на момент вот самый высокий был 26 миллиардов долларов а а вот про фтеx в общем фтеx привлек кукла больше основатель не было мне указать основатель не было нет нет не было привлек почти 2 миллиард долларов в общем я вот смотрела как вообще проходили эти инвестиции в основном люди инвестировали в него потому что у него уже за спиной был успешный кейс виде аламеда ресерч и это давало инвесторам право считать что и текст тоже будет таким же успешным вот так и последний сортап который ну последнюю компанию которую мы сегодня посмотрим это паксос немножко об этой компании паксос была самой первой компании которая в 2019 году сделала крипто бэк голд бэк блокчейн стейбл коин называющийся пакс гол также они выпускают usdp и первая компания которая получила разрешение отсек в пилотном использовании плачейн технологии для торговли на фондовом рынке это первая единственная компания основали ее два друга вот первый чарльз каскарила он учился в университете нотр-дама на факультете бизнес-администрейшн далее уже начал работать банк of america goldman sachs goldman sachs перешел в портфолио-менеджер клеерболлер капитал менеджмент и далее познакомился уже со своим кофаундером в седер хилл капитал партнер следующее и второй кофаундер который является по региону ажия сам он учился в университете мичиган на бизнес встречи на аккаунте and finance точно такой же банкир аналитик с сити далее они познакомились уже в седер хилл капитал партнерс и в 2014 году основали паксос то есть они оба имеют финансовый бэкграунд уже давно знакомы и также немножко компании паксос это то что они на раннем этапе помогали выпускать стейбл коин для бинатса по usd общее количество инвестиций 538 с половиной это то что от открытых данных далее есть скрытая вот в них инвестировали paypal liberty ventures которым чарльз крест горила является партнером меркада либра для расширения на рынок латино латинской америки вот и в принципе что говорил о оак рси слэш арти момента получения 1 харти доверия для цифровых активов 2015 году паксос зарекомендовал себя как новатор в области финансовых технологий мы рады поддержать паксос в этот поворотный момент в эволюции мировой финансовой системы на немножко подбила табличку по тем компаниям которые мы рассматривали данные были выгружены с кранч бейса так исходя из проанализированных топ лид инвесторов 100 проектов это именно такое количество которое мы выгружали и анализировали более детально мы анализировали 36 стартапа но вот такие цифры подбивали по 100 по сотне вот мы видим что а 16 z tiger global они лидируют в количестве инвестиций практически инвестируют ну ну не во все подряд но в большую часть секторов digital currency group sequoia ftx coinbase являются тоже такими активными участниками на рынке подводя какой-то итог хочется сказать про портфель фаундеров что кто же это все-таки такие в основном это люди которым больше 30 лет у них либо есть какой-то бэкграунд связанные со стартапами со своими проектами с продажей этих самых проектов например как open c до кейс клейм дога либо какие-то руководящие и высшие должности в известных компаниях компаниях которые связаны с гуглом сайт либо гугле либо там пинтерест какой-то айти сектор и и финансовый сектор вот как например основатель консенсус это fidelity и goldman sachs собственно говоря как есть фраза такая единороги рождают единорогов то есть те компании из которых уходят такие управленцы и предприниматели они как бы тоже возможно станут успешным про образование немножко есть конечно кейсы когда образования нет вообще как в юга лапс но скорее всего это исключение подтверждающие правила в основном это все топовые вузы стэнфорд гарвард м айти и очень много фаундеров которые оканчивали компьютер сайнс либо финансы по поводу подбивки с кранч бейза посмотрели что в среднем три фаундера опять же напомню это из 100 компаний которые топ фондирование получили три фаундера чаще всего встречается два выручку мы прикидывали следующим образом есть такое правило в виси что можно посчитать выручку исходя из количества сотрудников которые работают в компании количество сотрудников на кранч бейзе указано там достаточно широко там от ста до пятиста поэтому мы взяли минимальную границу и максимально собственно метод заключается в том что количество сотрудников можно умножить на 150 тысяч долларов и примерная у нас будет выручка по компании соответственно я замечу что этот подход для крипто стартапов может быть не сильно работать потому что они могут чаще меньше выручки иметь по сравнению с это сильно опережающий может быть рост численности персонала вот это первое второе численность персонала на самом деле можно посмотреть в линкдин зайти на профиль компании чаще всего ты более точную цифру ну я посмотрел там дело в том что с кранч бейза была наказана выручка от 1 до 10 миллиардов вот и как это вот так смотреть а когда мы я бы этот блок пропустил потому что точность измерения очень плохая там бизнес модели разные давайте этот блок пропустим видим что большая часть поднятых денег это примерно 200 миллионов долларов по моде вот ну и медианное значение там 383 миллиона в среднем 606 то есть мне кажется что чаще ну лучше смотреть какую-то медиану потому что есть которые мало привлекают там меньше 200 миллионов долларов есть которые супер много привлекают поэтому те стартапы которые целятся поднять много денег да у них какие-то перспективные проекты то примерно на такую медианную на какое медианное значение можно ориентироваться также посчитали среднее количество инвесторов это 24 человека всего было там за это время у всех 100 компаний примерно 5 раундов проходил такой отбор очень мало пока что поглощений это в среднем 4 по медиане это три поглощения ну потому что многие проекты пока еще только развиваются и они там были зафондированы последние там раунды поднимали вот буквально несколько там лет назад год-два пока что еще не так активно и агрессивно ведут себя на рынке но учитывая то что сейчас down trend много компаний испытывают проблемы с денежными средствами скорее всего двадцать третьем году мы увидим большее количество acquisitions вот собственно говоря вот такой ресерч мы для вас подготовили если какие то есть вопросы задавайте вы смотрели что есть эти аутлайеры да то есть юга лапса нам показали а вообще вот из тех 36 компаний насколько много вот этих аутлайеров то есть не вписывающихся вот этот профиль что больше 30 лет хорошее образование предыдущая карьера в хороших компаниях либо в стартап вот насколько много аутлайеров меньше 30 лет и ну что-то такое ну аутлайер наверное можно саму бэнкмана фрида назвать но у него все-таки образование хорошее и до этого он работал где-то а вот прям чтобы вот примерная история как у юга лапс такой нету ну и это связано с тем что компания сама она совсем приближена к таким технологиям каким-то layer 1 layer 2 там решением да она связана с искусством вот и там где founder вот какие-то коллекции выпускает я думаю что там вот как раз таки много таких кейсов не нестандартных но мы в основном в основном поднимают большие деньги именно инфраструктурные какие-то проекты новые блокчейны гейм студии ну как например они мог а бренд там в принципе все у всех релевантно многие работали в компаниях которые геймдевом занимаются вот если это какой-то сервис финансовый то это в банках до этого работали там банков америка вот как например паксис поэтому аутлайеров таких конкретных не было я хотел бы ажина спросить по поводу ламида ресерч ты сказала что ламида ресерч у нее был большой успех хотелось понять в чем с чем связан этот успех как они смогли его добиться потому что если смотреть вот сейчас которая история по сути казалось что успех аламеда пришел вместе со фтx но как оказывается получается все наоборот и как это все там произошло непонятно я бы честно вот в аламеду сильно не углублялась но просто когда я искал информацию про фтx там везде говорилось о том что там сам в одно время называли каким-то гением только потому что его показатели прибыльность аламеда была очень высокой это разве не вниз of the x связано потому что я вижу схему так был фонд такие но там были какие-то деньги но когда ты делаешь свою биржу тебя бы большие большая ликвидность эту ликвидность и загружаешь свой фонд и ты можешь инвестирует практически во все и получается такой как бы пузырь и вот и в каком момент его его прозвали мне кажется гением уже после фтx или ледовь то есть я согласен вот с этим мнением потому что вот если взять отмотать историю где он работал он собственно работал в трейдинговой компании которая осуществляла маркетмейкинг на бирже что такое маркетмейкинг по сути дела это как бы юридическое лицо маркетмейкер да который имеет там контракт с биржей официальный договор который поддерживает ликвидности на этой самой бирже вот по-моему вот насколько я знаю на бост бирже у нас там маркетмейкер имеет 30 процентов времени имеет право отсутствовать на бирже поэтому периодически происходят в разные моменты у нас провала вот в том числе и там на срочном рынке на фьючерсах на различных когда там нефть в россии стоит 40 долларов а в остальном мире она там может стоить 45 долларов а вот такие вот есть веселые вещи но не об этом сейчас и соответственно аламеда ресерч потом стала тоже маркетмейкером то есть он получился три года поработал в такой фирме открыл свою вот а уже потом его все регалии успехи были связаны с тем что он просто-напросто ордер бук видел потому что у него была своя биржа вот и он мог делать что угодно я для себя это так вижу лично аламеда ресерч мне просто интересно внутренность я думал что это просто фонд который вкладывает в клипы стартапы я я вот давайте здесь приторможу у нас не стояла цели исследовать именно сами стартапы мы исследовали фаундеров да не ну это понятно да я просто про аламеду ресерч еще хочу добавить что ей управляла девушка фрида которая его сдала вот и недавно фрид скажем так ну все знаем эту историю что 250 миллионов долларов внесли залог чтобы освободить девушка это три месяца стажировалась в каком-то фонде в хедж фонде и через три месяца ему ей дали в управлении 10 миллиардов долларов вот и там в одном из интервью она сама говорит что я не знаю мы инвестируем в какую-то хрень ну прям 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 текстом я вообще очень плохо разбираюсь в этом не судить строго вот прямые слова и ну и в твиттере она очень много писала что об этом о своей деятельности поэтому насчет аламеда ресерч не знаю очень очень вообще выглядит как фрик то что не знаю как них там какая-то туса такая странная ну и то что она там писала что мы все прикольно торговать под наркотой в общем открывается новое какие-то новое сознание это классно моя жизнь никогда не будет прежней но вот что-то в этом роде было а вот а все эти вещества они как бы подталкивают человека на совершение более рискованных действий тем более к этому более рискованным ставкам подтолкнул крах луны вот и ftx тоже там потерпела небольшое поражение это еще больше застава рисковать в общем все друг на друга наложилось и превратилось то что от 26 миллиардов у человека осталось там сколько он там успел все вывести 500 миллионов долларов вот ну и дома какие-то а вот мне интересно кто занимается привлечением средств именно фаундер ищет инвесторов или у них там какие-то двайзеры как это чаще всего фаундер инвестора на ранней стадии потом уже возможно возможно на более поздних стадиях внутри команды появляется investment relationship менеджер который собственно ведет работу с большим количеством инвесторов до теплых лидов а дальше уже поддерживает этот процесс ладно ребята я так понимаю все что хотели рассказали да да какие выводы то вообще целом для себя сделали да что чем опытнее фаундер чем лучше не образование тем выше шанс что он создаст что-то интересное не только образование но и опыт ну и опыт да понятно не факт что создашь что-то интересно именно факт что это повышает его шансы именно на привлечение инвестиций будет оно интересно и не будет интересно это другой может показать но вот именно на факт привлечения инвестиций имеет влияние именно поле рукопожатым таким товарищем город центр закончил это уже открывает еще доступ к комьюнити ну вот и чем могу сказать что ну вот тот профиль который вы нарисовали но он совпадает в принципе с профилем типичного основному как бы успешного основателя стартапа много денег привлекает в классическом венчуре поэтому супер сильных отличий не увидел ладно все тогда спасибо большое спасибо за исследование вы молодцы всем пока пока глубокий ты и и и